Сейчас происходит некая такая удивительная история и сказка в Нижнем Новгороде, что такая образовалась такая компания, которая имеет мировую известность. В основном организаторы компании – это выпускники радиофизического факультета. В настоящее время работают, я так представляю, более 60 человек. Это ядро нашей компании. В целом в компании уже около 300 человек работают. Есть выпускники физического факультета, университета, есть, естественно, технологии, есть политеха, есть. Сюда же включен обслуживающий персонал, есть конструктора. Получилось так, что компания создалась тогда, когда закончилась советская власть и появилась, как Рейгер говорил, частная инициатива. Компания организовалась в 1993 году. Инициатива, как я сказал, у Кустякова ради Фака. И вот благодаря самоотверженному труду, знаниям, которые были получены на радиофизическом факультете и, естественно, везению, которое имело быть место, получилось то, что получилось. Компания полностью, проходите. Компания полностью частная. Акционеры компании, сотрудники предприятия. Ну числом примерно человек 15-16. Я сейчас уже даже точно не знаю. Немножко изменялась ситуация. С 1993 года мы работаем в избранной области, в области разработки и производства и сервиса водородных стандартов частоты различного типа. Борис Александрович Ряков, Сергей Ильич немножко посвятил, рассказал, что это такое. Ну и аппаратура для измерения времени частоты. Поскольку, значит, вот время частоты наиболее точно измеряемые физические параметры, то измерение других многих физических величин сводится к измерению времени частоты. Вот у нас бытует такое, как бы такая вот вещь, что до чего до какого уровня дошло измерение нестабильности частоты. К примеру сказать, если стакан кипятка будет в черный море, то, как посчитано, температура его изменится порядка 10-11 градусов. У нас в настоящее время измерение проводится на уровне 10-16, относительно нестабильности частоты. И с 93-го года постепенно компания, благодаря, конечно, как я уже сказал, вот этим вышеперечисленным свойствам развивалась, все вкладывалось в развитие. Не было никаких посторонних денег, никаких не криминальных денег. То, что мы зарабатывали, вкладывали в развитие. И пришли к тому, что сейчас у нас порядка 10-ти тысяч метров собственности. У нас есть уникальное оборудование для работы в избранной области. И мы работаем сейчас практически со всеми, ну, со всеми различными странами мира. Это Европа через компанию Таймфа специально частично и напрямую. Это Китай, китайский рынок, развивается Индия. Я немножко становлюсь похоже по рейде. Это Австралия, Южная Корея, Япония. Ну, по-моему, все страны, все континенты, все страны мира. Последним успехом в компании явилось то, что в этом году проводился тендер на создание навигационной системы индийской. Она локальная, называется ГАГА. У нас конкурент была известнейшая американской корпорацией MicroSemi. Нам, нашей компании, удалось выиграть этот тендер на разработку и поставку этого комплекса, благодаря, в первую очередь, лучшим техническим характеристикам. Цена, она уже была, не имела такую значимую роль, в первую очередь, лучшим техническим характеристикам. В каких областях мы сейчас работаем? В первую очередь, конечно, конюнг, у нас это разработка и производство водородных стандартных частотей, активных и пассивных. Первые стандарты водородные, они занимались примерно так вот. В эту комнату можно было, наверное, разместить два или три прибора. То есть это огромные установки, которые были фактически научными установками. Сейчас же этот стандарт частоты, особенно последней разработки пассивного типа, весит менее 12 килограмм, при характеристике 4 порядка лучше. Я действительно окончил радиофилический факультет в 1971 году. Я даже вот не помню, в этом здании я учился или нет, может быть, один год. Но за истекшие 45 лет я немножко еще кое-чему научился. В 70 лет я отлично запомнил лыжную базу, которой теперь нет, где я занимался лыжами. Я запомнил военную кафедру, которую научил меня радиотехнике, как ни странно. То есть лекции Бабанова, который нам читал тогда курс радиотехники, еще вам было радиотехники. Они как-то прошли немного. А вот майор Иванов на военной кафедре отлично заставил нас выучить, что такое триггер, как он перевертывается и как все это работает. Как работает станция ПОС-2У, ВСДР. Я не знаю, они остались сейчас у вас здесь или нет. Может быть, у них нет. Ну ладно, я рассказывать тебе буду о другом. 45 лет я работаю в области создания приборов для точного измерения времени. И время меня мучило мысль, а для чего мы делаем такие точные приборы. И мне кажется, я вот за 45 лет все-таки разобрался и сейчас хочу до вас довести. Давайте сначала окунемся немножко в историю и вспомним о том, как вообще начиналось измерение времени. Первым, конечно, был календарь. То есть люди заметили, что явления природы у нас периодические, что у нас осень меняется зимой, зима весной и так далее. И календарные отметки, чтобы знать, а когда же придет время сеять, когда убирать урожай, были абсолютно необходимы. И, конечно же, главную роль играла наше солнышко, которое периодически возникало в определенных точках горизонта. Появлялись древние обсерватории. Одна из них известна как Стоунхедж, где в определенный день солнечный луч попадает на какой-то камушек. Это означает, что от начала нового, скажем, года. Известны древние календари майя, которые предвлекали нам конец света, но слава Богу, обошлось. Может быть, просто и завод кончился. Ну, а дальше, когда уже кроме отсчета дней понадобились более точные инструменты, вот появились солнечные часы. Это один из первых образцов, ему, наверное, более пяти тысяч лет. Родиной считается древний Китай. А вот теперь пойдут старые незнакомые слова. Вот палочка такая фигурная, она называется гномон. Наверное, вы уже даже слово такое не знаете. А круг с нанесенных на нем отметками, это кадрам. Так вот, используя вот это, люди долгие века отмеряли время посолных, определяя хотя бы точностью до часа. Давай следующее слово. Древним словом. И уже солнышко, оно же не всегда бывает на нем. Поэтому появились новые варианты. Один из них – водонечесый, который приходилось, естественно, периодически довелать. То есть это было сосудок определенный, из которого потихоньку вытекала вода. И по уровню воды в сосудах люди определяли время. Ну, это какая-то современная инсталляция водяных часов, которые так просто украдены. Интересно показать, как они работают. А на самом деле, вот дальше на слайде… А вот тут написано, первый будильник на Земле тоже был водяным. То есть человек спит, а на нем, вроде бы, выливается ведро воды. Хороший поделон. Просыпается. Давайте дальше. А вот это вот древняя древняя. Это вот такое ведро. Это тоже часы. Вот когда я стою ночью, вы спите, значит, надо узнать, сколько времени. Простой вопрос. Засунул руку туда и посмотрел, где там глубина воды. Вот, называлась она клипсидра. Клипсидра, между прочим, это слово клиптомамия. Воровать. Воровка воды. Вот это вот сосуд назывался. Давайте дальше. Ну, и дальше пошли вариации часов. Песочные часы дошли до наших дней. Но ими отмеряют только короткие промежутки времени. Чуть более древние – это часы в виде свечи. Вот свеча горит, а там сзади нанесены отметочки. То есть можно отмерять. Но это промежутки времени. Понимаете? То есть это уже вот не точное время. Солнечные часы не надо было калибровать. Там солнышко оно всегда встает и заходит. И там калибровка происходит как бы сама собой. Все эти часы – это только изменения отдельных промежутков времени. Дальше. Наступил 17-й век. Великий Горилей, не менее великий Гюкенс. Предложили маятник в качестве основы для измерения интервала времени. Фактически маятник, который зависит только от его длины и ускорения свободного падения. Ускорение свободного падения – это вообще земная константа. А длину можно поддерживать достаточно хорошо. Маятниковые часы дожили до нашей дни. С левой стороны – это то, что были во времена Галилея. А с правой стороны – это то, что мы сейчас все носим на руках. Только маятник здесь уже не качается со стороны в сторону, а маятник пруживает. Точность современных вот этих вот часов достигает единиц секунд в сутки. Дальше. Уже точности не хватало. Несколько секунд в сутки мало. Появились кварцевые часы. Это один из старинных образцов кварцевых часов. Сейчас многие из вас, практически все, на руках носят кварцевые часы. Но вот это часы, которые были изготовлены достаточно давно. Практически где-то 10-60 лет назад. Но они до сих пор работают. У нее в длинничной обсерватории они хранятся. Дальше встал вопрос следующий. А, ну это уже дальше как бы развитие. То есть на смену кварцевым часам пришли атомные часы. Сначала это были установки. Видите, они огромные. 55-й год. Это квантовые часы на атомах цезе. И те же атомные часы сейчас вот сошли до размера с ключевого характера. График справа отражает улучшение их точности. То есть сейчас уже точность приближается к единице шестнадцатого знака. Дальше мы немножко поговорим о для чего это надо и как это поддерживать. Ну, это вот природные стандарты, которые выпускают наши компания. А вот теперь что и для чего это нужно. То есть если немножко перейти в область другую. То есть первым потребителем после бытовой дну, для объединения точного земли и у нас навигация. То есть люди, которые плавали по морям и океанам, им абсолютно необходимо было знать свое местоположение. Определяя ли его по высоте Солнца над горизонтом или положению звезд, они будут в определенный период. Так вот, а как определить и как зафиксировать этот определенный период? Это все не так просто. То есть высоту Солнца определяем. Вот следующий, пожалуйста, у меня что там? Вот это вот сектан. Это инструмент, который позволял шнурману на корабле с большой точностью определить, скажем, положение Солнца на горизонте в поле. То есть это самая высшая точка нахождения Солнца над горизонтом. Или, что одно и то же в общем, можно было измерять положение полярных звезд, южного креста в южном полушаеи, либо планет, таких как Юпитер, который тоже хорошо он очень виден. Так вот, с помощью сектан предмеляли угол. Этот угол назвали широтой, который определяется для корабля, который производит эвитацию. Ну, широту вы представляете. Эклата это 0, северный поле 90, южный поле плюс 90 в любой стороне. А вот с долготой было несколько словами. Придумили следующий способ. Значит, заметили, что, скажем, где-то в Англии грильмические меридиан признали Нареоги. И дальше от него на корабль ставили часы, которые ходили все это время. То есть они были изначально откалиброваны по грильмическим часам. И морские хронометры везли время в течение всего плана. И вот определяется высота Солнца в полденном горизонте. И определяется время по этим часам. Так вот время, полдня в определенной точке, это и есть долгота. Она либо восточная, либо западная. Вот я был поражен, когда узнал, что точность вот этих морских хронометров, всячески хитростно выверенных, она составляла всего 5-10 секунд для путешествия из Лондона в Бомбей и обратно. Представляете, какую высокую точность сохраняли. Здесь были всякие всевозможные способы этого дела. Здесь подвес такой, чтобы он в качке не влиял. Здесь всякие хитрости с тем, чтобы маятник объединит температуру, не менял свои хребла. Но вот эти вот часы являлись основой навигации достаточно долго. Практически 17-18-19 веков. Но часы нужно было калибровать. И вот эту вот махину, тоже отнести с корабля и отнести ее на лабораторию в Гринске, составляло достаточно большую проблему. Вот это интересные факты, которые я вам сейчас расскажу. Значит, как делали поверху времени 100-200 лет назад. Вот наиболее известный пушечный выстрел в Порталовской крепости Санкт-Петербурга. Вроде сейчас какая-то интересная традиция. Помнить, стреляют из пунктов. Оказывается, это был сигнал поверху времени для кораблей, которые стоят на рейде и выручке. Не совсем точно. Мы же знаем, что звук распространяется со скоростью 330 метров в секунду. То есть километр удаления от этой пушки уже давал погрешность в секунду. Более интересное, вот Вашингтон. Военно-морская обсерватория в Устье реки Потомок. Корабли в бухте стоят, на холме стоит станция. Вот видите, с правой стороны. Наверху у нее на башенке шар. Шар полировали. Он был, ну, не золотой, по крайней мере, латунный очищенный. И в 12 часов дня этот шар падал. Вот его поднимали метрами-метрами наверх. Потом ровно в 12 он падал. Это была отсечка времени. Свет распространяется быстрее, погрешность была меньше. Но и уже позднее, конечно же, с облетением радио, появились сигналы точного времени, которые передаются по радио и по проводам. В частности, с 1903 года пушка Петропавловской крепости стреляла не просто так по часам командира, а туда был проложен кабель из Пулковской обсерватории, который эту команду подавал. То есть достаточно долго обсерватория в Пулкове являлась центром хранения времени России, потом Советского Союза. Сейчас этот центр перенесен под Москву, поселок Институт физико-технических избираний, где хранится государственным талоном биологической стопы. Но это все были калибровки и поверки времени на уровне, ну, секунды-полсекунды. А вот теперь современные спутниковые инвестиционные системы, давайте посмотрим, вот здесь мы придем, для чего нужны такие точные стандарты, такие точные часы. Значит, спутниковая система ГЛОНАСС, или GPS, она очень похожа. Она имеет вот вокруг Земли, ждет, в сладкостях, влетает 24 спутниковые части. Расположены они так, чтобы тот объект навигации, который хочет узнать свое местоположение, всегда видел минимум три спутника. На самом деле он видит больше. Ну, а законы навигации, ну, те, кто на военные карты ходят, наверное, нет. Система Лоран и Омега изучали разные стандарты методов. То есть сигнал со спутника передает, кроме точного своего времени, он передает положение его на орбите, передает метку точного времени, по которой можно определить расстояние от объекта навигации до этого спутника. Если спутников два, вот с левой стороны визуографии получается, как и кольцо, спутников три, уже появляются две точки. Одна из них, как правило, самая понятная, что она ложная, она где-нибудь там на глубине Земли окажется, то есть не на поверхности, и система образца. Так вот здесь смотрите, какие древние точности. Если мы хотим получить один метр навигации, точности навигации, значит все спутники должны свои часы иметь, различаться они должны не больше, чем на три миллиардных доли секунды. Такая величина до сих пор не достигнута. Значит, сейчас, в лучшем случае, это пять или десять манасекунд. Отсюда вы смотрите, что получается. Значит, от полутора до тридцати метров точности навигации. Вот для того, чтобы и это обеспечить, нужно иметь, кроме того, что на спутниках сверхточного числа, нужен еще и на земле Центр управления и контролем, который каждый спутник два раза в сутки принимает от него сигнал, вычисляет его отклонение по частоте и по времени, выдает поправку и прогноз ее изменения на ближайшие 12 часов. Вот все эти станции, они оснащены водородными стандартами. На спутниках сейчас летают менее точные стандарты. Это стандарты частоты нацензии или нарубления. Хотя уже сейчас их точности становится недостаточно. И вот о том, как реализуется водородная точность на реку, в этом Сергей Бердовичу вам будет рассказывать. Уже пора? Ну давайте. Итак, первый слайд посвящен тому, что в настоящее время секунда, на самом деле, привязана… Давай не секунду начнем, ты тоже закончил радиофакт. Да, я закончил радиофакт. И кроме этого, я здесь 30 лет преподавал разные спецкурсы, курсы читал на количестве стартов. Я работал доцентом. Наверное, с 1975 года, когда я закончил, до 2005 года. Так вот, секунда в настоящее время – это не просто 1,86-тысячная отсуток. А здесь я сейчас вот и определение такое, связано с излучением атома цезия, как более точное, как более стабильное определение. Это определение было давно, вот в 1967 году. Но время много прошло, уже 50 лет практически с тех пор. И в самое ближайшее время, это совершенно точная информация, секунда будет переопределена в системе C. Она будет привязана уже к оптическому стандарту частоты, поскольку в настоящее время достижимая точность, так сказать, измерения или генерации частоты оптического стандарта намного выше. Тут дело в том, что вот обычные такие магно-стандарты, где много атомов, я про это еще буду рассказывать, скажем, вот цезий, стандарт цезиевый, водоработные стандарты, частота излучения зависит от того, что окружает эти атомы. Их много, они друг к другу взаимодействуют. Они взаимодействуют со стенками, так сказать, некого хранилища, где они находятся. Оптический стандарт и стандарты есть сейчас на одиночных атомах. Они, так сказать, не взаимодействуют со стенками, там получается более точная генерация частоты. Следующий слайд, пожалуйста. Принцип действия квантного стандарта частоты. Я тут не буду долго говорить, поскольку вы нам лучше знаете. У вас кванты-то были уже, нет? Нет. Нет еще, но будут. В ближайшее время, наверное, на третьем курсе начинается. Да? Значит, скоро будет, да? Значит, чуть-то вот в чем, что у атомов есть разные энергетические уровни. И вот оказывается, что расстояние между этими уровнями энергетическое, очень стабильное. И вот если каким-то образом вызвать переход атома, перевод атома из одного энергетического состояния в другое, то при этом он может излучить какой-то квант. Так вот, скажем, водород излучает квант при переходе из одного состояния в другое, наверное, там будет более подробно, с частотой 1420 МГц. То есть это такая удобная, достаточно низкая радиотехническая частота. Едина волны 21 см. И вот, на самом деле, вся наша Вселенная заполнена этим излучением, потому что водорода много, и он излучает постоянно. Так вот, этих квантов стандартов частоты бывает два типа. Пассивный стандарт, и активный, или активный, и пассивный. Активный, это как вот, скажем, ну, все вы видели, знаете, лазеры. Лазер это light amplifier, то есть свет излучается. А это мазер, у него микроволновое излучение, более низкочастотное. Так вот, вот этот квантовый генератор, в котором происходит как раз излучение, переходы атомов из одного состояния другое. Обычно сигнал на выходе этого генератора очень слабый. Но вот обычное значение, скажем, 100 фентоватт. Фентоватт 10-15. 100 фентоватт, значит, 10-13 у водородных. У самых хороших бывает, ну, чуть-чуть меньше, чем 10-12 ватт. Это, ну, это просто микроскопическая энергия. И, естественно, что использовать ее просто так сам по себе нельзя. Существует некий генератор кварцевый обычно, вот там система ПЧ, который, значит, частота которого подстраивается тем или иным способом под частоту квантового перехода. И на выходе получается достаточно сильный сигнал, достаточно стабильный. Пассивный стандарт частоты, он устроен по-другому. Вот там тоже есть атомы, которые переходят из одного строя в другое. Но условий для генерации нет. То есть, скажем, все это обычно происходит в каком-то резонаторе, который настроен на 1420 МГц у дорогного Мазера. У Цезио на другую частоту 9 ГГц. У Рубидио стандарта 6,8 ГГц. Не важно. Важно, что есть некая среда, некий резонатор. В нем находится атомы, но условий для генерации нет. То есть, скажем, добротность резонатора низка или атомов мало или еще что-то. Но, тем не менее, атом используется здесь не как генератор, а как дискриминатор. То есть, он взаимодействует с электрическим полем, с электромагнитным полем. На него подают некий тестовый сигнал, тестовое поле. И смотрим, как он взаимодействует. Ага, есть переходы. Значит, частота поле близко. Частота изменяется. Еще больше переходов квантового происходит. Значит, частота еще ближе. Вот таким образом, с помощью тестового сигнала система автопостройки частоты настраивает какого-то кварцевого генератора на частоту вот этого самого квантового перехода. Это пассивный стандарт. Их очень много разных типов. Главное, значит, активное, которое сам излучает, пассивное, это такое, в котором излучения нет. Но есть такой вот тестовый сигнал, очень слабый тоже, который вызывает излучение перехода в активных атомах вот в этом квантовом стандарте. Следующий, пожалуйста. Так вот, значит, про водородный мазер, поскольку в основном мы занимаемся нашей компанией, производством и разработкой именно водородных мазеров. Хотя в последнее время и другие стандарты частоты нас тоже интересуют. Так вот, мы работаем вот с этим самым как-то часовым переходом, который обусловливает взаимодействие в спинноэлектрон и спиннопротон. Оказывается, что если, так сказать, спин, электронный спин, спин протона направлен в разные стороны, да, оказывается энергия в этом состоянии меньше у вот этой пары, у этого атома. И в перепереходе возникает излучение. Причем это излучение, оно, так сказать, существенным образом зависит от магнитного поля. Оно не всегда существует для того, чтобы оно было между переходами вот этих вот, которые с нулями обозначены, это магнитные моменты. Значит, обязательно нужно будет магнитное поле. В общем, зависимость энергетических уровней от магнитного поля сложная, их там много. И надо найти какие переходы, которые минимально зависит от магнитного поля. Потому что, если частота зависит от магнитного поля, я уже говорил, да, что вот у этих стандартов многих современных, в том числе вот с лезью, у да, у водородного, частота, это не есть абсолютное значение. Оно зависит от многих факторов. Так вот, здесь оно зависит от магнитного поля, и нужно сделать так, выбрать такие переходы, у которых зависимость минимальная. Так вот, выбирается квадратичная зависимость. Вот не линейная, да? А вот квадратичная, потому что у квадратичной зависимости нулевая производная в нуле, в нулевой точке. В пределе нет зависимости от магнитного поля. Вот эти переходы и, так сказать, работают. Теперь, как это все сделать? Вот как это реализовать на практике, реально? Значит, во-первых, нужно где-то взять водород, чистый водород, потому что любые другие примеси, естественно, будут мешать генерации или изменять чистоту или еще что-то. Водород берется таким образом. Значит, во-первых, есть источник водорода, причем это не баллон, где водород накачен, а это некое интерметаллическое соединение, лантан-никиф-5 водород, в котором растворяется водород. Вот, оказывается, если под давлением, вот в это соединение, это такой некий порошок, он поглощает активно водород, и вот это для меня лично поразительно, потому что, скажем, вот в баллоне, ну в любом объеме, вот с этим интерметаллическим соединением водорода может быть накоплено, растворено больше, чем жидкого, скажем. Вы берете водород, сжижаете при большом давлении или при низкой температуре, заливаете какой-то объем. Вот у вас литр, например, водорода, казалось бы, куда больше, да? Значит, давление высокое, ну, реально, ну, 20 атмосфер можно, ну, может 30, ну, 50, неважно, что-то практически не сжимается, это же. Водорода там какое-то количество. Такое, докажешься, если объем этот заполнить вот этим порошком, то водорода он может в себе растворить гораздо больше, чем был бы в жидкости. состоянии. Это раз. Во-первых, там очень много водородов. Во-вторых, это совершенно безопасно, потому что вот из этого соединения водород не может очень быстро выходить. То есть, если баллон простой с водородом жидким или накачанным, это такая штука взрывоопасная, то здесь вы можете нагревать его, там получается, значит, истечение водорода, но он не может выйти весь сразу, все эти вот литры водорода. То есть, это совершенно безопасно, с точки зрения, вот такого, не так опасно, то есть, совершенно безопасно, не то, чтобы будет баллон накачанный. Дальше. Водород нужно очистить. Там есть принятие газов, каких-то всегда водорода, еще какой-то мусор. Так вот, очиститель устроит таким образом. Вот то, что написано, очиститель. Это никелевая трубочка. Это тонкая никелевая трубочка, которая на азотно спираль. Вот так вот, оказывается, у никеля такое удивительное свойство есть. Если никель нагреть, просто пропускает ток через него, то он пропускает водород очень хорошо через себя и никакие другие газы. Поэтому, вот внутри трубочки грязный водород, мы трубочку нагреваем, пропускает ток через нее и наружу, в некий объем, выходит водород исключительно чистый, очень высокой степени очистки. Ну а дальше нужно этот водород как-то возбудить, то есть перевести его в нужное энергетическое состояние. Для этого используется просто генератор электромагнитный на транзисторе с большой катушкой достаточно. Мощность этого генератора порядка 10 Ватт. Он, так сказать, автогенератор генерирует, и за счет поля частотного, порядка 100 МГц частоты, он вот эти атомы переводит в возбужденное состояние. А вот загорается разряд такой малинового цвета, яркий, там, конечно, все состояния есть в этом, так сказать, газе, в этой плазме. Вот все они есть, в состоянии еще массы других. Нужно только рабочее взять, да? Это специальная сортирующая система, магнитная, которая направляет, куда-нибудь, так сказать, отсекает в разные стороны. Значит, вот эти самые атомы с ненужным, с вредным состоянием квантовых. В конце концов, ваттамы попадают в некий резонатор. Для того, чтобы они не взаимодействовали со стенками резонатора, вот здесь колба, она кварцевая, стеклянная. Колба, ну, довольно большая, в активном стандарте литр 3, да? По силам, порядка литра, может быть, 0,6 литра. А в активном, вот, у 3 литров. И, поскольку, вот, для того, чтобы была генерация, атомы должны довольно долго существовать в этой колбле, чтобы они взаимодействовали с полем, возникает сначала спонтанное излучение, потом в поле резонатора оно, получается, индуцировано, и все вот это вот синхронно, так сказать, излучается. Для того, чтобы атомы подольше жили, внутри эта колба покрыта тефлоном. Значит, вот, фактически тем же самым, которым покрывают сковородки. Так? Ну, может быть, несколько чище. Но суть та же самая. Теплон такой материал, который, оказывается, ну, это мы все чувствуем, да, что он очень, то есть, с ним, так сказать, не взаимодействуют, ну, в том числе и атомы, вот, скажем, водорода, возбужденные, да? Они вот в этом, в этой теплоновой колбе, они там находятся достаточно долгое время, излучают взаимодействие с полем, и этот сигнал, ну, просто обычной какой-то антенкой оттуда из этого резонатора попадает наружу. Причем, мы уже говорим, мышица у него, ну, скажем, 10 минус 12, или сколько-то единиц, 10 минус 13 ватт. Очень слабая. Очень малая мышица. Следующий, пожалуйста. Вот. Ну, теперь, что это, что это, как-то физически, так сказать, как это выглядит? Ну, вот, конструкция водородного генератора. Вот это колба, примерно, 3-литровая. Сверху, значит, резонатор, который, в картинке которого еще будет, это просто кусочек цилиндра с крышками сверху и снизу. Причем, фокус в том, что, и проблема в том, что, поскольку атом излучает не сам по себе, а взаимодействует именно с полем электромагнитным, то оказывается, частота выходного сигнала сильно зависит от частоты резонанса. Вот этого резонатора. И для того, чтобы она не менялась во времени просто, мы должны эту частоту резонансного резонатора зафиксировать очень жестко. В первую очередь, она зависит от температуры. Ясно, что если мы будем нагревать резонатор, размером он будет увеличиваться, частота резонансная падает. Охлаждать наоборот. Так вот, резонатор, который здесь находится, он в вакууме. Снаружи заперут еще массы магнитных градусов. Про это я два слова скажу. Мы научились поддерживать температуру, ну, по крайней мере, в тех точках, где у нас датчики температуры, с точностью, ну, примерно миллионные, почти миллионные градуса. То есть, вот, температура этого резонатора фантастически точно поддерживается. Это позволяет получить очень маленький температурный кризисент частоты. То есть, замприбор, естественно, стоит, может быть, в комнате, температура меняется на несколько градусов, а он частоту выдает очень точную. Скажем, ну, хороший результат, это несколько единиц 10-15 степени относительно частоты на градус. То есть, фантастически точно так. Что здесь еще есть? Есть еще магнитные экраны, потому что вот та картинка с энергетическим уровнем показывает, что частота очень сильно зависит от поля. Внешнее магнитное поле нужно убирать категорически. То есть, кризисент охранирования, ну, сколько оно, 10-15 что-нибудь. Ну, очень большое кризисент охранирования в очень магнитном поле. Дальше есть вот здесь вот ерогонтской частоты, значит, толпы разрядные там, где плазма, и атомы пролетают вот в этот баллон, в эту полку. То есть, это некая конструкция. Она достаточно большая. Ну, размер резонатора, ну, вот те самые 21 см, примерно. У него диаметр, да, соответствует длению волны. Высота сантиметров, наверное, 30-40, да? Что? 20 на 20. А, 20 на 20. Ну, можно 20 на 20. Вот такой, да? И крышка сверху, снизу. Это вот что касается резонатора. Дальше поехали. Да. Это вот о чем слайд. О том, что на самом деле частота выходного сигнала этого мазера, она мало того, что зависит от внешних условий, она еще, это некий такой процесс стахастический. То есть, на самом деле, в этом сигнале есть некие нежелательные изменения частоты. И это некий шум, у которого своя спектральная плотность и своя зависимость от времени усреднения. Вот здесь вот время изменения фактически. Ведь вы можете, скажем, мерить каждую секунду частоту или фазу сигнала. У вас будет довольно большой шум. То есть, вот здесь такая, через секунду другая, через секунду третья. А если он усредняется на большом интервале времени, то есть, скажем, не один период, там не 1420 миллионов периодов за одну секунду, а мерите 10 секунд, 100 секунд, 1000 секунд. Ясное дело, что если у вас нет никаких дрейфов, уменьшенных ситуаций частоты, у вас уровень шума будет уменьшаться. То есть, эта картинка показывает, что на разных интервалах усреднения, на разных интервалах измерения сигнала разные шумы разных элементов вносят свой вклад. Вот на самых коротких элементах, вот зеленый, да, это шумприемник, потому что сигналы очень слабые, нафинтоватые. Ясное дело, что все схемы, которые этот сигнал усиливают, схема оплататорной частоты, они имеют свой собственный шум, да, и вот этот шум вносит главный вклад. Вот он там, зеленый, вот сам вначале, он самый сильный. Дальше. Дальше оказывается шумо-резонатор, тепловой шум. Все, что имеет температуру не нулевую, абсолютно, оно все функтуирует, в том числе и резонат. Он, так сказать, шумит. И вот на это разный доминад усреднения, значит, чем больше времени, тем меньше шум, но тем не менее, вот он главный, шум-резонатор. То есть тут с ним бороться, значит, практически невозможно, из-за течения того, что может попытаться его охватить, да, до температуры близкой, так сказать, к абсолютному нулю, тогда его не будет. Но это очень накладно. Ну и, наконец, дальше, так сказать, да, вот в правой части, при больших временах, это уже температурная функтуация, дрейф частоты атомной линии, в кавычках, потому что на самом деле это не сама атомная линия, а это атомная линия во взаимодействии с покрытием колбы, вот с всей системой. Естественно, вот эта вот колба, тефлом, стареет, очень медленно, очень незаметно, но тем не менее, когда мы говорим о 15-м, значит, 16-м, 10-15, 10-16, это фантастические величины, микроскопические, вот тут уже, так сказать, проявляется влияние старения вот этих вот узлов, вот этих вот, самого покрытия, вот даже тефлона, кварца, самого резонатора и так далее. Ну, вот, и что я вам сказать, что на самом деле, вот, ну, добротность, я не знаю, вы так представляете, что это такое, да? Добротность резонатора порядка 40 тысяч, то есть время стухания в 40 тысяч раз больше, чем период сигналов, то есть достаточно высокое. Резонатор сделан из специального материала, ну, это вроде такого стекла, который называется, как оно называется? Ситал. Вот. Ну, традиционно. У него очень маленький эффект теплового расширения, то есть температурный чуть-чуть, это смаленько. И покрыл внутри серебро. Хотя последнее время мы переходим на резонаторы из титана. Титановый резонатор имеет, скажем, там, раз, наверное, 30, большую температурную чувствительность, но зато он прочный, гораздо дешевле, его проще обрабатывать, а поскольку мы добились вот этих фантастических достижений в деле поддержания стабильной температуры, оказывается, и титановый резонатор хорошо работает. Следующий, пожалуйста. Да, теперь вот по поводу 10-15. Вот Александр Алексеевич сказал про Черное море, там 10-11. Вот есть поменьше водоем, озеро Байкал. Вот тут точно 10-15 получается. Вот объем воды в Байкале 23 тысячи с лишним кубических километров. Это вот 2 на 10-16 литра. Вот если мы возьмем стакан воды 200 грамм до 100 градусов нагретой и выльем в это озеро и перемешаем, вот есть такой эксперимент, так сказать, то температура воды во все Байкале, она изменится как раз на 10-15 градусов Цельсия. Вот. То есть ясно, так сказать, просто как бы качественно, что это ну не что, вот стакан воды Байкал вылить. И вот мы такую разницу можем измерить, но, к сожалению, не разница в температуре. Температуру измерить с такой точностью невозможно. А вот время и частоту, и массу других связанных через время и частоту физических параметров измерить можно именно с такой точностью. Вот мы сейчас можем с такой точностью задать частоту, то есть генерировать частоту с такой погрешностью от любой заданной. И можем измерить разность частот двух сигналов или само значение частоты по сравнению с единицами си, вот с секундной, вот с такой точностью. Дальше, пожалуйста. Так, ну это прогресс, 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 60 лет, 20 часов. Ну, так сказать, что сказать. Вот мы находимся где-то вот здесь, сейчас. 15-й, 16-й. В фонтанно-холодных атмосферах, кстати, мы тоже делаем фонтанно-холодных атмосферах. Это не «вздоровный стандарт», это совершенно другой уникальный научный прибор. Но мы говорим о некосерильной продукции. Значит, вот «вздоровный стандарт», он где-то здесь, минус 15-й, минус 16-й. Вот здесь мы находимся, да? Значит, дальше уже вот оптические часы только точнее, вот, намного точнее. То есть, достаточно хороший результат. Причем, я должен вам сказать, что оптические часы – это не, так сказать, прибор промышленного изготовления. Это прибор лабораторный, это уникальный прибор. Мы выпускаем водородных стандартов, ну, всего, наверное, ну, под 100 штук, ну, можно чуть меньше в год. Пассивных активных, 20-30 активных, 40-50 пассивных, они меньше, так сказать, компактнее и прочее в обслуживании. То есть, их много. Вот. Оптические часы, они считаются штуками в ведущих научных лабораториях, так? Значит, во ВНИИФ-3 у нас есть, они делают настройки, да? Они берут бы, есть часы. Значит, в ПТБ, если тут в Германии, в Броншвайне – это национальный эталон, фактически, такой же, как наши ВНИИФ-3 в неделе немецкие. Значит, в Штатах, во Франции – это все штуками считается единичными. А вот то, что мы делаем, ну, на порядок, так сказать, 17-й знак на 16-й, ну, может быть, или полтора порядка хуже, но зато это массовая продукция, которую можно применять там, где это нужно. Следующий, пожалуйста. Так, это по поводу времени. Ну, два слова буквально. То есть, время, которым пользуется есть мир, да? Я думаю, есть такое, называется время UTC – United Time Coordinary. Всемирное координированное время. Значит, оказывается, что вот это время, как бы шкала времени вырабатывается, так сказать, на основе измерения относительных частот и времен огромной массы часов. То есть формирование вот этого времени всемирного участвует, вот видите сколько, 450 атомных часов. Огромное количество лабораторий, так? Кировичными стандартами называются цезию, так сказать, стандарт частоты фонтанового типа, они, значит, чаще всего сейчас. Это специальная, тоже некая, специальная установка. То есть, это не просто так, какие-то часы, вот есть, в Париже, да, вот есть парижское бюро меры весов, да? Вот, или там брильничьи какие-то часы. Нет, на самом деле, значит, это всё результат работы вот всех этих лабораторий. Все часы друг с другом сверяются разными способами, да? Между собой, друг с другом, используя навигационные системы, используя геостационарные спутники, используя… Кстати, сейчас большая работа проводится в мире, используя пульсар. Вот, поскольку пульсар очень далеко, они, как бы, к Земле большого отношения не имеют, да? Они крутятся с постоянной скоростью и излучают радиосигналы с высокой стабильностью. Так вот, пульсарное время тоже существует, и вот через него встречаются лаборатории во многих странах. То есть это некий продукт коллективный такой вот… вот это вот всемирное время. Следующее, пожалуйста. Но, надо сказать, что то, что вот это всемирное время, оно, на самом деле, использует много разных стандартов, да? Но у каждого свой вес. И вот это самое Международное бюро меры весов в Париже, оно эти веса присваивает, да? И считает, вот это вот единое время в UTC, по всем часам, но у каждого, у каждых часов свой вес. Вот есть часы, вот эти вот фонтанного типа. Они хороши тем, что там нет никаких эффектов, связанных, в первую очередь, с доплеровским эффектом. Потому что атомы летают, причем они с разной скоростью, так? Они же, так сказать, при какой-то температуре комнатной. Широкое распределение скоростей. Значит, каждый звучит со своей частотой. Получается некая широкая линия, часть этого дорога мазает. Поэтому частота, в некотором смысле, не очень точная. Есть стандартный фонтанного типа, когда атомы охлаждаются до микрокельвина, например, до температуры, скажем, доли микрокельвина, с помощью лазерного излучения. Потом, с помощью этого же лазерного излучения, эти атомы подбрасываются вверх, за счет разности частот у двух лазеров. Они летят вверх, взаимодействуют в признаторе с полем, поднимаются на столько метра, немножко метра. За счет гравитации падает вниз. Все это в вакууме происходит. Атомы очень холодные. Микрокельвины не разлетаются. То есть есть просто пучок атомов размером, ну, он там, ну, несколько миллиметров. Вот их видно, вот с окошечка они светятся в лазерном излучении. Он подбрасывается вверх, за счет гравитации просто падает вниз, и снова взаимодействие с полем. И вот тут вычисляется они тоже из пассивного типа. Тоже можно определить частоту поля, которые, так сказать, наилучшим образом взаимодействуют с атомами. Они, по-моему, сейчас светятся, излучают там ход в диодах, определяют, сколько окна засветилось. Так вот, самые точные часы. Мы так тоже сейчас делаем такие часы, в кооперации не три, а с парижской обсерватории. Там есть тоже некое подразделение, которое занимается этим вещами. Вот. Их самый большой вес. Вот они больше вклад дают в мировое время. Активные мазеры, которые мы делаем, очень много в мире. Наших очень много. Это я не знаю, сколько мы сделали. Ну, сотни-две, наверное, да? Больше даже, да? По всему миру. Значит, во всех лабораториях, которые занимаются временем, частотой, они есть. Вот. Сейчас уйду заодно. Какой еще потребитель наших мазеров? Радиоастрономия. Вот. Один из первых наших заказчиков были австралийские телескопы. Значит, вот. У них просто национальный город в Австралии. Вот это вот. Они считают, что вот австралийская наука – это радиоастрономия. И у них огромное количество радиоастрономии. Причем, все они взаимодействуют между собой. Фактически, суть-то какая радиострономия? Принять сигнал и определить направление на радиоисточник. Так вот, это называется эксперимент, или там, измерение со сверхдлинной базой. ВМВИА. Измерение, или у нас, вот, это называется РСДБ. Значит, радиоастрономия со сверхдлинной базой. Это то же самое, что человек слушает ушами, да? Вот два уха, для чего ему? Чтобы он направление определял. Потому что, на самом деле, если мы одно ухо, так сказать, исключим, да? То мы, чтобы направление будем крутить головой. Откуда звук громче. А на самом деле, реально, мы когда слышим, не громкость определяется, да? А фазами соотношениями. То есть, сигнал отсюда приходит в левую ухо раньше, оттуда в правую ухо раньше. Разность фаз мозг определяет, и мы определяем очень точное направление на источник. Так вот, если уши расставить на разные континенты, как бывает вот у радиоастрономов, то получается очень точно они могут определить направление на радиоисточник. Это при том еще, что длина волны совсем другая. Звук. Большая длина волны, да? А радио, так сказать, совсем короткое. В миллиметровых волнах, если у вас база большая, сотни тысяч километров, получается отношение длины волны, так сказать, к расстоянию, микроскопически огромная различающая способность. Вот для чего нужно время. А для того, чтобы уши, так сказать, определяли правильное направление, надо, чтобы там время-то одинаково шло. Так сказать, и в Австралии, и в Европе там есть радиотелескопы находятся. Вот, поэтому водородные мазеры – это то, что абсолютно необходимо для того, чтобы радиоастрономы могли работать вообще. Ну и, наконец, колики, у них вообще нулевой вес. Никакого нет. В принципе, они и не участвуют в семянном направлении. А вот все остальные участвуют. Следующее, пожалуйста. Вот, теперь пора лучше. Значит-то, я говорю, что радиоастрономы – это наши были первые заказчики, мы поставили много довольно стандартных в Австралии, по всему континенту. И до сих пор поставляем и обслуживаем эти приборы. И вот эти измерения со сверхдлинной базой, они тем точнее, чем больше базы. Так вот, возникла мысль, давно уже возникла она, да хорошо бы в космос запустить телескоп. Поскольку размера Земли уже мало для того, чтобы определить точное направление на какой-то радиоисточник, да, в космосе. Ну, решили, что хорошо бы запустить одну антенну, один телескоп в космос. И вот такой вот проект был разработан давным-давно. Начали разрабатывать его, наверное, в 70-х годах, да, в 80-х, да, в прошлого века. Значит, вот в астрокосмическом центре физического института имени Лебедева, в Москве, в Фиаде, да. Вот. И, в конце концов, медленно, но верно этот проект продвигался. И вот, значит, где-то, наверное, в 2013 году что-нибудь, в 2004 году, да, значит, пригласили нас для того, чтобы... Перед этим в 8 лет. Да, да, перед этим в 8 лет. Значит, в Миршотельской обсерватории есть такая обсерватория в Парьево, в Швейцарии. Значит, наши хорошие друзья и коллеги, они разрабатывали водородный стандарт для спутника, вот этого радиотелескопа. Ну, там что-то дело не пошло, не важно. Важно, что пригласили нас, потому что я уже говорил, для того, чтобы радиосторонам могли работать, обязательно самый лучший водородный стандарт-частоты должен быть на каждой антенне, в каждом радиотелескопе. В том числе, естественно, и в том, который в космосе летает. Так вот, орбита вот такая, видите, 340 тысяч километров, это примерно где Луна у нас. Значит, вокруг Земли летает. То есть, это вот такая эллиптическая орбита. Это, значит, вот от 10 тысяч, сейчас он орбит меняет, сейчас минимальное расстояние около 6 тысяч километров. Вот. И вот до орбиты Луны. Он летает по эллиптической орбите, этот радиотелескоп должен летать и летает. Вот. И смотрит, так сказать, на какие-то источники радиосигналов в космосе. Одновременно, естественно, наземные телескопы смотрят туда же. И вот тут должно время одинаково идти и там, и здесь. Частота быть одинаковой, стабильная для того, чтобы можно было вычесть какие-то поправки. Вот. И определить какие направления с точностью, ну там, какие-то микросекунды дуги, доли микросекунд дуги. То есть, на самом деле, вот это вот расстояние большое, вот эта база большая, позволяет разрешить источники. Вот если раньше на земле телескопа видели некое пятно, вот на карте неба, радиоисточник, то вот этот телескоп позволил это пятно рассмотреть. То есть, вместо пятна мы видим там 3, 4, 5 отдельных источников радиоисточников, вот в данном направлении. Дальше поехали. Так. Теперь, значит, ну тут про задачи написано, да? Значит, ну вот микросекунды дуги, разрешение, телескоп 10 метров, антенна. Большая проблема закинуть антенн в космос. Причем, значит, достаточно точно она должна быть сделана, эта антенна. Она, так сказать, должна быть в форме, точная, без всяких там этих... Не нужно креуль. Вот. Мы исследуем всякие радиоисточники, ядра галактики, там, космонавтические эффекты, покрывание звезд и так далее. То есть масса научных задач. Причем, тогда мы вступили в эту работу, был такой клап, 3 года должен летать телескоп. 3 года. Сейчас он летает уже 5 с лишним километров. Да, он просто первый в мире, он до сих пор единственный. То есть на борту, вот сейчас я расскажу два слова про активный мазер, который на борту, вот так и остался единственный в мире активным водородным стандартным частотам, и вообще активным мазером любым, таким вот, да, который когда-либо вообще был запущен и летает в космосе в длительное время. Следующий, пожалуйста. Так, ну это ладно, это стандарт, где у него какой вакуум? Ладно, значит, это не так важно, давайте дальше посмотрим. Вот некая такая конструкция была, наверное, разработана. Значит, как бы стандартный прибор, да, только он должен быть очень прочным, потому что ракета, когда стартует, стартует, там вибрации совершенно страшные. Вот. И все это должно выдержать. В том числе есть полбок кварцевого стекла, который толщина, ну, наверное, десятый миллиметр в местах. Она очень тонкая, очень хрупкая. Значит, специально было разработано другое крепление. Сама конструкция должна быть очень прочная. Все это должно работать в вакууме, потому что там воздуха нет. Вот. Поэтому мы сделали, поскольку мы тогда еще с вакуумом не очень здорово умели, работать. Мы сделали вот тут, внизу, вот этот объем, где радиотехнические блоки, где огненоток и частоты, где процессы происходят, которые... Ну, мы не знаем, как вакуум будет работать. Его закачают даже азот. Значит, тут есть давление, на самом деле, атмосфера, и здесь, как близко к атмосферам. Более того, там даже крутятся такие специальные вентиляторы, которые много лет могут крутиться, для того, чтобы циркулировал там азот и теплообмен осуществлялся. Здесь происходит, да? Дальше, пожалуйста. Так вот. А, этот резонатор. Резонатор – это стеклянный, большой, массивный. Так вот, для того, чтобы он не разбился, мы его по специальной технологии покрыли углепластиковым. То есть он, на самом деле, углепластиковый нить весь обвод, он в двух направлениях, да? И это позволило ему, а внутри серебрёный, это позволило ему выдержать эти вибрации. Причём, вибрации, на самом деле, я вам скажу такие. Вот, когда мы проводим испытания, аппаратура нашей на стендах, вот прибор стоит, да? И вот, когда включаются вибрации, которые соответствуют вибрации при старте ракеты, я вам скажу, что прибор не видно, он расплывается. То есть смотришь на него, а там не прибор стоит, а у него облака. Вот он весь трясётся, вибрирует, просто страшно смотреть на него. Но, тем не менее, он выдерживает. То есть это некая размазня какая-то, вот он там трясётся на кси. Удары, кстати, у наших приборов выдерживают удары до 1000 g. 1000 g всё ещё здесь очень сильно удар. Вот, и это необходимо для того, чтобы он выжил. Вот при старте ракеты удары вибрации от двигателей, а удары тогда, когда отстреливаются ступени и обтекатели всяческие у ракеты. Там всё это устроено таким образом, там пир-патроны, просто взрывчатка заложена. И вот, так сказать, в нужный момент происходит взрыв, и эти вот обтекатели, панели и ступени просто отстреливаются в ракете. Поэтому такие сильные удары аппаратура должна выдержать. Ну, естественно, значит, были построены модели. Тепловые, механические, значит, с помощью специальных программ всё это рассчитывается. Деформации, удары, всё это рассчитывается довольно долго, потому что я вам скажу, что компьютер должен быть мощный, действительно. Да, считаю, мы, кстати, в университете, да, потому что много элементов, для того чтобы точно хорошую получить вот с помощью этого самой конечной элементной модели. Все моды требования рассмотреть внимательно. Очень много вычислений. Но, тем не менее, значит, всё это мы рассчитали, и в конце концов, то, чтобы были слабые места, укрепили, всё это сделали, и дальше поехали. Вот, это вот сам прибор на каком-то липро стенде. А, вот у себя мы создали некую большую такую установку на работе. Значит, такая камера, которая моделирует условия открытого космоса. Там любая температура от минуса до плюса, вакуум и всё остальное, всё, что нужно. Значит, всё это было сделано. Тест. Значит, прошли все испытания. Дальше поехали. А, вот. Вот телескоп. Вот телескоп. Значит, антенна, оборудование. Вот тут два наших стандарта стоят на этом самом радиотелескопе, на этом спутнике. Так, дальше, пожалуйста. Вот. Вот такой красавец. Значит, это вот антенна. Она, на самом деле, складная. Она запускается в сложном виде в ракете. Потом она, когда всё это дело залетела, она раскрылась. Вот это такая золотая, такая плёнка, скажем, очень красивая. Да. Это мы тонули ракеты «Зенит». Ну, действительно, шумом многое там присутствовало при этом. Здорово, впечатляет. Это называется циклограмма ведения на орбиту. То есть, на самом деле, он крутился, 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 и в конце концов, улетел вот сюда, в орбиту Луны. Так, дальше, пожалуйста. Это некие контраработы. Фактически, вот, что видит радиоастронома. Вот такую картинку. Значит, она путём некой коррекционной обработки с разных антенн сигналов получается. Здесь, значит, по задержке, это классические направления, вот это ось, направление по нему, да? А это по частоте, потому что частоты отличаются всё равно на разных станциях, и производится поиск, так сказать, пока частота не совпадёт. Вот получается перерационный пик, который как раз говорит, что вот в этом вполне определённом управлении есть какой-то радиоисточник. Ну тут масса, на самом деле, рекордов было побито по расчищающей способности, очень много, по проекту радиоастрона. Вот он пять лет уже с лишним летает, и там огромное количество образований, и сейчас его продлили до восемнадцатого года. То есть Роскосмос, принимая его внимание, что оборудование работает, узнает то, что оно уже почти двойное ресурс доработало. И то, что совершенно уникальный научный результат получается. Продлили до восемнадцатого года, до конца восемнадцатого года проект. А что значит правда не проект? Продлили финансирование, это означает. То есть на самом деле, и мы можем работать, наблюдая свое изделие, которое он себя ведёт, и все остальные тем более, вроде астронома. Следующий, пожалуйста. Так, это вот проект, на который мы сейчас работаем. Он еще более такой вызывающий, я бы сказал. Проект называется «Меллимитро ООН». Разрабатывают его тот же самый астрокосмический центр, в физическом институте. Так, здесь они хотят сделать вот что. В перспективе два спутника запустить. С антенной еще больше двенадцать метров. Причем, значит, антенну будут охлаждать и все оборудование. До трех-четырех с половиной градусов Кельвина. Точность поверхности вот такой большой, складной антенны, 10 микрометров должна быть. То есть, я представляю, 12-метровую, точно 10 микрометров, складную сделать. Это просто очень сложно. Она должна выдерживать те же самые вибрации, удары, потом раскрыться. И улетит она в точку Эль-2. Это есть такая точка Лагранжа. Точки Лагранжа – это вот что такое. Когда есть два массивных тела, они как-то летают друг вокруг друга, вокруг общего центра массы. И есть третье тело при метреживом малой массы. Так вот, эти точки, всего пять штук существуют в природе, оно оказывается неподвижно относительно первых двух. То есть, если вот Земля летает вокруг Солнца, то вот точка Эль-2, точка Лагранжа, он будет вот тут все время болтаться, вместе с Землей. Вот абсолютно не меняя свое положение. И вот таких точек несколько. И вот сюда как раз намеревается запустить этот самый миллиметрон в эту точку Лагранжа и Эль-2. Получается огромное расстояние, почти 2 миллиона километров. То есть это до орбиты около 300 тысяч, а это 2 миллиона километров почти. Более короткие длины Волк и требования к Мазеру существенно выше. Следующий порог. Теперь вот про навигацию. Это то, что мы разработали для ГЛОНАСС, для спутников. Вот Борисанш говорил, что на самом деле для того, чтобы получить хорошую точную навигацию, вот метр, да, что-то метр. Скорость света 30 тысяч километров в секунду. Метр. Получается 3 миллиардных доли секунды. Время. Распространение электромагнитных волн на расстоянии метр. Вот если мы хотим такую точность получить в навигации, мы должны все спутники засинхронизировать с точностью 3 нс. Нс здесь на 9 секунду. 3 нс, вот все спутники. Для этого как можно действовать? Можно, в общем, либо иметь стандарт частоты достаточно предсказуемые, и, может быть, не очень стабильные на больших временах, порядка суток или часов. И все время их частоту подправлять. Есть наземные комплексы, которые за спутниками следят и все время дают поправку на частоте. А можно хорошие числа поставить, которые можно пореже, скажем, два раза в день или два раза в сутки, или раз в сутки корректировать. Ну, это примерно то же самое. Вот мы, так сказать, предложили вот такие стабильные часы в набор космического аппарата. Вот они такие есть, уже летают в Галилео. Европейская система инфляционная. Вот. Она еще не введена в действие, так сказать, формально-фактически. Но, тем не менее, там часы летают. Там проводятся испытания и измерения. Китайцы запустили в сентябре прошлого года несколько таких стандартов водородных. На свои спутники у них тоже своя инфляционная система есть. И вот мы разработали некое устройство, которое обладает нужной нестабильностью частоты. Вот 5-15 суточные, скажем, дальше облачает. Ну, наносекунда, в которых 3 надо, в день, в сутки, это 10 на 14. Это повыше. Следующий, пожалуйста. То есть это некое устройство, которое тоже испусть на всяческие удары до 1000G. Ресурсные испытания в вакууме несколько лет они у нас проработали. Все это, в общем, серьезно. Серьезно. Вот. Ну, и, наконец, что мы решили. Значит, наши вас еще не спустили, потому что проблемы тут с ракетами. У нас откладываются, запустили по Глонасу. Значит, все время откладываются. И последнее. А, он был на конференции в Петербурге. В нейтрологии времени и пространства. Там выступал высокий человек взрослых космоса, который сказал, что, ну, по крайней мере, сослался. Что у нас достаточное количество на складах спутников старого поколения. Прежних. И пока мы их, как рачите, не хозяев, как он сказал, не запустим все эти старые спутники. Но мы запускать не будем. Ну, значит, поскольку мы без работы и сделать их не можем, а эти приборы у нас, как бы, лежат на складе, мы разработали еще один следующего поколения стандарт частоты. Он совсем маленький, он вообще весит 25 кг, а 12. Совсем небольшой стандарт частоты, у которого характеристики даже лучше, чем у того. Он тоже такой прочный, такой легкий и водородный. Вот такой вот перспективный стандарт частоты мы тоже разработали для инновационных систем. Хотя он может приняться где угодно. Следующий, пожалуйста. Так, ну, фильм, пока мы, так сказать, пропустим, у нас саму бы проблема, мы её решим когда-нибудь. Это просто я хочу сказать, что выпускаем. На самом деле мы выпускаем, ну, я думаю, что больше двух десятков типов приборов разных. Это водородные стандарты частоты, активные, пассивные, разных поколений, разной стоимости и разной точности. Значит, всегда заказчик, ведь он, на самом деле, определяет соотношение цена-качество, и вот по этому соотношению может оказаться, что прибор какой-то более, так сказать, низкой точностью, эти классы точности. Его устраивает. То есть задача решает, а стоит дешевле. Поэтому мы выпускаем стандарты разных классов. Активные, в двух разных видах, и пассивные, разного поколения. Потом, ну, что мы ещё выпускаем? Значит, компараторы частотные, фазовые – это приборы, которые позволяют измерять вот эти вот разные частоты двух сигналов погрешности, скажем, 10-16. Это тоже очень непростая задача. Если у вас есть вот, кто представляет частотомер обыкновенный, да, вот на столе стоит, он даже очень хороший, там 10, там 12 знаков он показывает, цифра. Вот за секунду нет 12, значит, 10-12 за секунду. А нам нужно за секунду 15 измерить. Поэтому тут всё не так просто. Вот. Всякие приёмники мы делаем, вернее, устройства, которые работают с навигационными сигналами. Вот поскольку там всё, в космосе, на революционных системах, поддерживается группировка в рабочем состоянии с помощью огромных сложных комплексов наземных. Вот этот сигнал, который приходит из космоса, можно не только использовать, а также навигатором считать, а можно, оказывается, свои часы очень точно подстраивать и сделать свой какое-то дешёвое устройство, который, оказывается, имеет точность очень высокую, близкую к тому, что вот вся эта громадина, стоящие, не знаю, там, миллионы, миллиарды, вот группировку поддерживает. Так вот, попитаться точностью вот этой вот наземной инфраструктуры, как частично на себя перенести. Вот есть такие приборы у нас, да? Есть приборы, которые объединяют сигналы многих стандартов и там повышают стабильность, точность, надёжность. Дальше, пожалуйста. Что ещё у нас есть? А, ну, этот комплекс мы поставили. Не только отдельный прибор, а целые талоны. Вот такие талоны у нас в национальном нашем институте метрологии времени и пространства во вне ИФБ, которые нашу национальную частоту, национальную шкалу времени выдают, да, сложные комплексы. Вот в Индию такой комплекс мы сейчас выберем, да, очень сложный и большой. Значит, комплекс дорогой. Тоже поставили. В Белоруссии наш комплекс, в Казахстане наш комплекс. И, в конце концов, даже в ПТБ, в Германии, это вообще центр вселенной, что касается точного времени и частоты, и много чего-то другого. Вот, так сказать, национальное время в Германии, да, это наши приборы генерируют. Вот, это тоже все наше изделие, тоже наш комплекс. Следующий, пожалуйста. Так, ну и вот, что еще мы делаем. Мы делаем оборудование для телекоммуникации, для оптических веней связи. Поскольку скорости большие, да, расстояние большие. Оказывается, что вот так устроена сеть синхронная, вот эта вот SDH, да, синхронная цифровая иерархия, что каждые 50-100 км должно быть оборудование, которое восстанавливает сетевую синхронизацию. Вот эти биты в этих цифровых фактических сетях летят так быстро, чтобы не было ошибок при приеме. Нужно, чтобы время, что и так нам одинаково, на самом деле, в разных пунктах. Так вот, мы делаем оборудование, водородные лазеры, рубидевые стандарты частоты, которые по системе синхронизируются и точную частоту дают. И вот, во всей России, в Великой Маточке, наш оборудование стоит. Вот в тех местах, где стоят наши, значит, вот эти самые системы сетевой трактовой синхронизации. Их тоже в огромное количество, вот, то есть везде мы их ставим, обслуживаем, и пытаемся как-то расширить целые описки. Вот, это целый отдельный отдел занимается сетевой синхронизацией. Следующий, пожалуйста. Ну и, наверное, да, наверное, все. Да, спасибо за внимание. Компания есть, вакансий инженеров. Вот, поэтому, значит, приглашаем. Что еще можно сказать, что на самом деле у нас схожая наука заниматься, и люди, так сказать, защищают китайские диссертации. У нас есть, значит, в большой комиссии комплексных работ, в научно-исследовательских. И вообще интересная работа для специалистов разных профилей. Потому что есть радиотехнические специалисты, такие классические радиотехники. Но есть цифровая обработка к сигналам, цифровая схема, вычислительные, всякие штуки. В каждом приборе, в каждом, нет ни одного. Где бы не было какой-то микро-ЭВМ, микроконтроллера, что-то такого программируемого. Не говоря о том, что в космосе летает там тоже свои. Есть особенности программирования. Конечно, там все это не просто само по себе летает. Оно принимает микрокарманды, оно выдает телеметрию. Всю информацию о том, как прибор там живет, так сказать, в космосе. А, кстати, я вот вспомнил, австралийский заказ был первый у нас, наверное, в 26-м году, или около того. Поставку местных мазеров для радиотехнического. Выберли его по тому, что предложили тогда еще систему удаленного управления стандартами. Просто по телефону. Ставили модем. Была такая, прям обычные покупали. У них, знаете, есть станции аэкстрономические в Австралии. Бог знает, где в пустыне стоит, там ни одного человека нет. И никакого интернета там нет. Но телефонные линии там есть. И вот по телефону, мы говорим, мы сможем по телефону управлять вашим стандартом, менять частоту, там еще что-то, все, что нужно и получать, всю телеметрию от него. Как он себя чувствует этот прибор? Что там с ним в порядке, не в порядке? И вот это помогло нам тогда выигрывать от тендеров. И мы получили хороший заказ вот на поставку водородов национальной частоты для радиотелескопа. В Австралии. Ну, а дальше это было еще до давней годы. Там интернета не было. Вот. Вот телефон. Ну, а сейчас, само собой, все приборы, они могут быть, так сказать, управляться через сеть и так далее. Спасибо. Другое слово я добавляю. По свидетельству, я сказал, кого он ожидает. Важный момент. Мы приглашаем вас практически на работу прямо сейчас. То есть вы можете совмещать каким-то образом. Пусть это будет сейчас действительно третий курс, сложный курс. В нашей группе, когда мы перешли квантовую физику, заканчиваем, было 17 человек. Закончили третий курс, прошли 10. Тоже будем ходить. Ну, правда, те, которые оставались, тоже закончили. По инспоненту погодя. Поэтому, может быть, и не сейчас, может быть, с четвертого курса. Приходите, посмотрите, что важно. Средняя зарплата у нас, я бы не сказал, какая-то фантастическая, в районе 48 тысяч рублей. Но это средняя зарплата. Те специалисты, которые работают, правильно работают, они получают примерно от 60 до 130. Тогда, когда доллар все-таки стоил 30, 40. А зарплата за это время не изменилась в разы. Она не может по определению измениться в разы. В районе 180 тысяч человек больше. А 4 тысячи долларов – это очень приличная зарплата. Это основная зарплата. Естественно, есть еще премиальная, есть возможности, там, люди получать, когда работают, дополнительные выслуги, там, ну, различные премиальные исполнения темы и так далее. Какие перспективы? Перспективы следующие. Что вот Сергей Ильич правильно сказал, что мы приветствуем людей, которые занимаются наукой. У нас, ну, не защищаются молодые люди. Вот в этом году, я так думаю, их пара человек. Один защитился, сейчас еще один защитится осенью. И те люди, которые защищаются, они имеют дополнительные, так сказать, приказ по приказу, дополнительные симулирующие выплаты. И они не такие большие, там, от 4 до 12 тысяч рублей, но тем не менее. Извините, на вас еще будет пенсия хорошая. Вот, следующее. Вот Сергей Ильич рассказал про какие-то аспекты, в которых мы работаем. В дальнейшем будем заниматься в области лазерных технологий. Для чего это нужно? Вот последнее, что это гравиметрия. Точное определение координат возможно с помощью, если знаешь точную карту Земли. Вот тут сказали кто-то по поводу военных. Точную карту, гравиметрическую карту Земли, то подводные лодки, когда они плавают, чтобы определить местоположение, они выбрасывают пуль. Значит, стратегическая подводная лодка, выбросив его, естественно, сразу определяется. Вот. Если бы, в этом случае, она могла себя определить местоположение, не выбрасывать, а ее определить местоположение точно, тихие подводные лодки, так, оказывается, такая возможность есть. Если есть на борту этой субмарины некий аппарат, который может позволить очень точно определить потенциал в данной точке и градиент изменения. То есть, вспомнил, что вот такое-то изменение градиента, или другое-другое изменение градиента. Это стратегически говорит о том, то есть это очень важно. Это сейчас дадутся огромные деньги, и мы будем в этом участвовать. Поскольку те технологии, которые мы развили в области при создании рубидивого фонтана, они практически тоже сами здесь. Конечно, сложно это сделать, поскольку есть дискриминационные моменты со стороны штатов, со стороны там западных. Продолжение следует... Спасибо. АЛЛАТС